матюки мы убираем да матюки будем убирать потому что но 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 серега мы тоже говорили игры серача будем натереться он ведь голубичи понял ты пока вообще речь видел карантин серега люблю ну слышал даже где-то может быть но так сильно не вникал еще кто что чего и как ну понимаю что в сфере год голубики наверно он такой интересный наверное весомый то есть мнение в многие прислушиваться к его мнению поэтому ну как-нибудь за contact 100 процент дело такое что где сколько тебе лет лет мне всего ничего вот пару дней назад было 30 прошедшим 33 33 на визуальность 91 до нас первый год до визуально может покажется взрослее немножко да но вот как есть мы почти ровеснике я 2 ты 1 получится ну только почему подожди тебе 33 а мне только не только только вот 17 февраля исполнилось на цифрка интересом удивился честно ребята я еще сам только что удивился я всегда думал что вот где-то года 80 87 38 где-то да чуть-чуть до 34 тебе всегда это всегда-то все говорят кто-то даже там горит и 40 игр ребят хотите хоть 50 говорите у меня как бы есть семья жена любимая ребенок на все мне там красоваться период чтобы там у какой-то завидный жених там делать одессе не у меня брат старше есть намного на пару лет старше разница почти ровесенда он у не пошел по пути стоматологии да как раз таки после окончания школы мне мысли были там уже стать стоматологом потом как-то меня перепедалили там родственники давай типа сотрудником полиции станешь я там пофантазировал представился с исследователем да я поступил после школы в университет мвд краснодарский здесь я обучался на специальности следователь закончил потом трудоустройство определенное было я работал то есть не сразу следователем я начал работать участковым тоже такая работа крайне интерес то есть меня всегда там мои наставники да по жизни по этой тематике они наводили надо начать с простого начни вот так земли до нового виду там определенных событий я после смены там то ли ехал на машине или колесо то ли что мы непонятно и рано утром всем утра там машина перевернулась я повредил спину вот так вот на несколько лет и проработал слушай там недолго полтора года я ждал а совсем не туда вообще то есть промежутки временные небольшие там полтора года наверное потом полгода лечения то есть я просто полгода лежал не вставая вообще не стала но это еще на перелом этом три позвонка по моему были вот так вот поправился и решил что все-таки лучшее что-нибудь такую другую математику мне еще импонировала тема судебных разбирательств да я пошел соответственно мне там мои товарищи которые меня пригласили арбитражный краевый суд смотрим уже я поработал и опять же кем ты работал вот сейчас я расскажу и опять же вот зашел к председателю суда вот с человеком познакомились посидели английский ну вот я начинал там секретариата я уже понимаю блин начинается и пошло-поехало секретаря то есть сначала просто там ну дела там шить перешить посылки потом уже секретарь судебного заседания то есть был у меня судья я забыл закреплен долго я работал но не было у меня вот какого-то вот эффекта вау отработан она нравится нам коллектив интересный по большей части как раз таки за счет коллектива часто ты держишься на 100 с учетом то маленькой зарплаты с учетом того что там очень трудно то есть там дел только с каждым годом больше и больше становится нет такого что ты все дела сделал до такого не будет никогда у меня сейчас мой кум работает он там тоже я ушел я понял для себя что надо выбрать либо помощь родителям я училась дальше расскажу что либо вот себя представить судьей например да вот я посидел подумал что не нравится работа судьи и всем при том что это вал со стороны кажется ну ты думаешь судья федеральная да серьезно сути для меня лично этот статус он но когда я уже побывал внутри я понял что это просто не то просто какая-то это сколько лет тебе было ну плюс-минус в семнадцатом году я уволился то есть где-то с 13 работал или четыре года в суде работал вот какая зарплата там было слушай первая зарплата там шесть или семь тысяч рублей ну и при всем при этом я вот смотрю сегодняшний день как ребята работают до приходят на работу там их не устраивает может две три тысячи рублей в день зарплата до образно говоря и они позволяют себе идти на работу не вовремя прийти на работу там каком-то но непонятным там что-то но молодежь такая сейчас вот он говорит блин я проспал игры слушай но сегодня проспал завтра проспал на тебя ругают ты должен уже послезавтра не просмы как минимум все равно просто но бывает нашем случае до 6000 рублей и никого не интересует что там у тебя как у тебя задача стоит выполнить то есть ну сложная работа да но и надо отдать должное ребятам которые работают за не такую большую зарплату да ну ам реально тяжело там с утра до вечера просто голова кипит слушай 17 год ты уволился и я сразу приехал в белорече ты уже женат был нет то есть я не женат был и я сразу уволился я уже знал что я хочу заниматься родительским делом до родители у меня с 90 может быть 7 или 6 года занимаются именно продажей пленок но это как бы такой опыт очень она что в девяносто шестом году продавалась эта пленка ну обычные в первую очередь то есть тоже были уже в то время клубника она не столь такая крутая была и я насколько помню даже я не помню если честно я вот насколько услышал то балаганы первые пошли где-то в двухтысячных годах и когда люди там есть пару-тройку серьезных ребят сегодняшний днем он считается вау клубничники да но они поставили эти балаганы многие там крутили у виска чего делаете но книга вот сегодня у них там самые крупные хозяйства на десятки то есть ну я их могу знать думаю конечно продавалась пленка да нет ну тяжелый труд то есть они первое время кочевали на машине там на своей возили с 1 до станция нет родители отремя сюда родители вот нагрузили машинку стали где-нибудь на площадке где ну как хаотичные рынки продавали что-то как-то где-то да вот только там спустя там несколько лет они нашли себя именно находясь белореченске и создали вот вы весь вокруг себя сплочение клиентов что ли мы соответственно потом конкуренция возникла то есть одни из родоначальников на торговле да именно пленок получается круто реально круто я не знаю и всем при этом что мой дедушка это по матери стороне он изготавливал пленку но не супер формат то есть трехметровая пленка ширина но те годы на тех годы что мы говорили причинам что-то не пошло и но мои родители решили все-таки уйти в продажу вот так да хорошо плохо непонятно это уже слушай я помню вы же я помню вы производили с и блин да или сейчас до сих пор производим там есть какие-то спецзаказы на мульча в основном идет да вот и там пленки не широкий короче все равно производство не отпускает хочется слушай вот если мы затронули тему производства это тема блин сложная первых пленку сделать хорошую сложно очень да помимо того что там ты можешь купить супер оборудование есть руки есть голова сырье а где-то чё-то российское сырье но вот сейчас вот есть крупный завод южанка в волгограде они но очень сильные до тематики производства полиэтиленовых пленок разных видов причем очень широкий ассортимент не только узконаправлен я понял что да нам помимо тепличной пленки есть куча куча бы ну всякий но даже мы общаемся с руководителем человеком который на самом деле но для меня авторитет в этом деле и человек слова с которым можно делать делать он говорит что есть определенные марки полиэтиленов которые отзывают но как их отозвать если пленка например тип лично сделан но такой сложный процесс что значит отзывает ну-ка по подругам там после введения там в свободную продажу как-то выяснили что что-то там был брак какой-то на да но как это все решать но я вот эти вопросы не изучал именно касаемо сырья да я знаю как мы решаем вопросы по браку но есть такая тема что там говорить в любом производстве может быть такую-то и если рассматривать например двадцатый год это бум клубничный когда все все-таки двадцатый год мы можем сказать это клубничный был это до 16 неплохой то есть есть определенные процессы с которым связывают первую очередь там 16 год по сбития турецкими там силами военными самолета российского взрослых сбили сразу санкции цена на клубнику все хорошо там все заработали потом двадцатый год мы высоко с на 16 20 24 ребята ну дай бог чтобы все получилось есть такие вот какие то что в этом году опять что-то что-то должно быть не она может быть просто даже без что-то дай бог что да что просто пусть будет достойно потому что люди ну просто на износ работает на этих полях и вот касаемо пленок то есть 20 20 год там кучу продаж было да люди купили кучу дуб металлических и быстро-быстро начали их устанавливать быстро-быстро накрывать пленку так резко ну так получалось то время двадцатый год все понимаешь 21 мы сейчас как улетим как короче да и накрыли пленки а мы но отлично я не буду говорить за мы до лично я я понимал что пленку может разъесть какое-либо там покрытие на дуге пусть то будет смазка графитовая смазка солидол чем-то мажут неизвестно да ну каждый завод по-своему обрабатывать что-то приятный внешний вид был продажи трубы этой профильной соответственно май месяц начались проблемы то есть дугу дуга разъела пленку ну это прям по дуге прям по дуге то есть она могла через одну может зуба не я просто увидел просто пленка вся провалилась как будто я полезла сразу на фантазе конечно смешной но и конечно смешного то и ничего нет и люди которые не в теме не приходит только не горит слушай но вот смотри лишь говорил я говорю да говорил там складки там это как бы наши занятия да мы этим позанимаемся а тут должен был прочитать на этикетке на той же самой южанке пленки написано пленка не должно быть темных мест потому что эти темные места частности тем более солидол и все остальное они нейтрализуют действия уви стабилизатор пленка просто рассыпается то есть тяжело объяснить есть клиенты с кем потом не даже один говорит мы с твоим отцом работали я доделать они в этом с кем-то работу как ты работал дело в том что ну вот проблема такая ты не хочешь услышать что вот и объясняешь ее разъела не от того что она плохая разъела от того что просто она ну разъелась из-за масла то есть были там качели да но я от себя сделал так чтобы я может быть где-то и денежно финансово пострадал до при всем при том что я не производитель но я не могу производителя трясти и говорит слушай вот такая проблема он говорит ты же понимаешь его все понимает сугубо мои проблемы я их сам ближе 21 год был такой нервный я сначала пытался объяснить потом у нас даже переходила в рукой с производителем нет с клиентами с клиент производительным причем да есть проблема по складке раз понятно да есть проблема того что она не защищена в принципе от солнца просто ну разли добавили ли что-то там а просто рассыпалась вот тут проблема явная не касаемо производителя я понимаю что я не могу ему что-то предъявлять я эти все вопросы по закрывал сам все зависит от того со всеми надо общаться нельзя там забить там суши да битом да 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 ну выезжал смотрел думаешь уже даже помню этот год до четко ему для меня это был такой даже пусть будет финансовую часть мы отбросим но морально это тяжело то есть и понимаю что ты прав но я переступил себя сказал хорошо пусть будет по вашему раз вы там кусаете меня какими-то словами тип вот детство и он бы так и этот я хорошо но после этого мы как попугаи понимаешь участку когда продаем игре ребята пленка если сгорает на металле раз если там вы там побрызгали с изоорками по низу рассыпалась сверху на более-менее тут понятно что воздействие какое-то химическое если цена гербицид пестицид все что угодно но мы не знаем как это поведется и неважно это распространяется не только на южанку люкс южанку в обычную 0 или какие-то у нас еще кучу есть производители там west enterprise нас там свои варианты есть изготовление израиль мы также можем подать человеку без проблем но это распространяется на все тут нет такого что российская вот и по она не защищена израильская защита нет это все не так все пленки они подвержены воздействию а касаемо того как мы себе выбрали определенных поставщиков это уже такая история история с течением времени она складывается годы до годы совместная работа человек там ну отникивается горит да нет там что-то это я с такими слушай ну а вот перед этой всей истории возможно может быть в процессе может быть даже сейчас бывали когда-то вообще мысль идея желание где-то может глубине души что-то выращивать самому что-то морщин меня один раз там подбивал мой товарищ на благо это не случилось я понимаю что кпд будет падать либо там либо там ну зачем нет суваться даже с кем-то в паре там я вообще парные как бы вот эти катания не люблю то вместе что-то столько один ну ну не хотелось бы во всяком случае на сегодняшний день я как бы все делаю сам мне так комфортнее ну то есть выращивать принципе ты думал что нет смысла не смысл всегда есть люди занимаются есть показать нет я про то что имеется ввиду разделяться чудо для меня это как-то я своей работе вот мне нравится моя работа я общаюсь я помогаю по факту всем на помогать это нормальное явление и даже но и хорошим и плохим всем помогаем я считаю что это норма так должно быть слушаем но это вот сегодня взять ту сферу чем ты занимаешься как ты считаешь но наверняка мы понимаем что рынок сегодня в сегодняшних реалиях рынок сельского хозяйства он будет масштабно просто расти первое почему денежки уходили за границу сейчас намного сильнее прикрутили этот кран то есть очень много людей которые раньше будем инвестировали будем там кто-то в дубае не знаю хотя в дубае себе можно да там кто-то в германии кто-то еще покупал там квартиры пытался получить какой-то там в н же и так далее то сейчас многие люди обращают внимание на эту сферу то есть соответственно фермеров вообще производителей можно фермеров предпринимателей да у нас на юге просто это модное слово фермер вообще но в россии наверно чаще говорят предприниматель то есть да сегодня выращивают клубнику завтра морковь и так далее то есть рынок сам этот будет расти самих производителей соответственно этим людям нужно где-то покупать материалы понятно есть там большие какие-то базы дистрибьюторов да вот с такими огромными складами в тимошевске условно где-то они стоят а вот открыть какой магазин скажем магазин да чтобы работать продавать в каком-то районе закрывать потребность своих фермеров вот там не знаю башкирии например сейчас активно развязан в казани да это что у нас татарстан развивается какие сегодня мне просто вот пишут люди задают этот вопрос то есть какие сегодня деньги нужны я не могу сказать хороший вопрос никогда не подводил подсчета но ну как ты думаешь может быть и вообще не знаю но большие деньги не маленький носить 20 может то есть по крупному но если серьезно заходи да то это должны быть потому что ну так ты же понимаешь чтобы у тебя комфортная цена была я как должен там я не я как никто все я вот сейчас вот расскажу так есть сейчас такое столкновение интересов с одной очень крупный который сейчас открывает кучу в разных филиал при всем при этом где открывается филиал местом ребята которые раскачиваются да занимаются но при всем при этом сейчас вот этот вот филиал начинает там что-то палки в колеса мы не можем его озвучить ну наверное не логично согласен да что да да но вот буквально да и ехал сейчас на встречу вот на нашу я позвонил руководителю с которого мы знаем 30 лет и родители и мне было очень приятно то что первых у нас выборка у них огромнейшая во вторых мне приятно было что человек не повелся на какие-то деньги там да ну блин ты же понимаешь там надо нам ты можешь делать то что ты хочешь проблем не не это приятно стало я реально подожди я не совсем уловил смысл я могу точно также работать со своими клиентами которые продают в том же месте где открылся этот филиал то есть не будут перекрывать филиал там не позвони там головной офис головной офис мне позвони скажет так стоп ты короче завязывай контролировать что ты куда ты чего ты так туда не продавай этому не давай то есть у меня руки развязаны я просто не стал до доводить до каких-то там долгих баталий непонятных просто позвонил и наверно это будет честно и получил такой результат который я хотел очень сильно но не ожидал что он осуществим по сути вот получилось не очень приятно то есть определенная победа для меня да я могу действовать в открытую дальше продолжать дело которое мы делаем всяких там ну понятно мы там как нибудь там еще нибудь там не говори там что вот знаешь может зритель подумает что мы ранее с тобой как-то вот общались на самом деле мы наверное может 20 минут общались всего за все время за все время надо с 2017-2018 года первый раз у тебя был в магазине при раз приехал это для меня тоже было мы все поменялись сильно очень сильно очень сильно до время но всех поменяла сильно поменялись просто чтобы зритель понимал что для нас эта беседа но все-таки она это интересно интересная беседа новая такая то есть не я тебя не знаю мы с тобой не общались не ты меня не знаешь да ты даже вот удивился сколько мне лет по сути да но я не знал сколько и тебе такие вещи которые а главное зрителям нравится только интересно интересно послушать эту систему 100 процентов слушай я немножко вопросов накидал сюда в общем подытожим до касаемо вот старта почему накидал вопрос а потому что я говорю от аудитории вопрос вот по тестам буквально совсем недавно в крыму тоже парень звонил хочу открыть магазин сколько денег нужно и в принципе я отвечал также как надо понять что какой масштабом очень а вот мне даже часто это тоже напрямую блин я бы так не смог задать вопрос мы в отношении тебя ничего не понятно у нас тут это но отбывает блин ты знаешь слушай я бы такой магазин я тактично отвечаю мне не могу там позволить этом высказаться но я вот не понимаю как ты можешь вот поверка у меня не повернулся бы язык кому-то подойти сказать слушай а ну расскажи ко мне как как ты тут выращиваешь что-то здесь понимаешь даже есть и расскажу тебе расскажу не повторишь все в точности да наоборот не не повторишь никогда и выбери свой путь да и пойди и все пойдет я вот с появлением меня одну белореченске в агродоме там мы немножко все по-другому все пошло сильно да ну потому что молодой новый новый вдох что ли всему этому делу пошел и но в принципе слава богу все и бог чтобы все нормально было все здорово были и все будет получаться я вот такого мнения какие материалы приоритете а самое главное почему материалы в приоритете это пленки это наша основа то есть мы начинали начали да да мы от этого не можем отказаться потому что объем продаж это основной последнее время там этому подкрепляется сезер и удобрения там агро спаны с раньше конечно только пленка какие-то там года 12 там 13 только ты ну в основном да то есть было понимание что вот вроде да надо ну а сейчас у нас формат получился такой что к супермаркет по сути да то что все вот есть у нас общий друг наш дорогой наш клиент реально я говорю как есть мы с вами кучмой сперва я знаю я же завис такой подожди у нас их очень много на самом деле но у вас их самый вау да вообще такой друг валя приветики я знаю ты по-любому посмотришь вот запомни учись как надо у я не собрать интервью то есть вот вот посмотри внимательно вот и как он пришел появился вообще на этом рынке да вот с первого дня когда он еще даже был просто иван до который приехал выращивать у нас как-то сложилось так по теплому и вот за счет вот таких вот клиентов серьезных то есть да видишь что серьезный клиент есть еще там ребята большое количество ты понимаешь надо сделать такие условия чтобы они вообще даже не думали о том что что-то надо где-то поехать привезти купить то есть я их ставлю для себя как ну даже не руководители нет это чуть неправильно будет звучать но он как шеф он пришел сказал так мне надо вот это вот это вот это и для меня лично не дай бог что-то я не смогу это реализовать для меня это прям такая вот прям нет это неправильно то есть это клиент вот им дорожишь и ты должен сделать так чтобы у нее даже мысли не было что-то где-то искать ездить и ну не будем говорить тратить время это все будет немножко но неправдиво ты просто хочешь закрепить его за собой и хочешь чтобы он был в этом поле до в рамках там клиентской ориентированности полностью твой ты должен его обеспечить вот такая цель до стоит и за счет этого мы вот формат такой наверное и получили начиная и не знаю даже перчатки ему нужны проблем нет вообще все что хочешь все есть же пожалуйста что сегодня скажем выгоднее выгоднее прибыль не это а пленка с которой вы начинали да или различные пестициды подкормки что сегодня да я понял вопрос пленки это в принципе ну такой не супер и супер выгодное положение там накрутки небольшие то есть если не может быть в тренде там 5 процентов 6 может быть 10 где-то там как-то получится но в общей массе то есть это но небольшие заработки я считаю что в принципе у нас там да мы не можем там задрать цену и сидеть спокойно там продаться не лучше наверно больше продать но чуть меньше и за счет этого и наверное есть какая-то популярность у нас определенная то что люди тянутся потому что мы можем все вместе и по очень хорошим ценам при всем при этом нельзя забывать о качестве я вот сейчас последнее время ребятам говорю слушай ну вот и сравнил цену там образно говоря но бывают люди которые даже не вникают разные материалы разные пленки это об этом мы немножко позже поговорим тут тут тоже у меня был были некоторые вопросы касаемо качества вообще скажи пожалуйста вообще как рынок поменялся но со сложившейся ситуации да вот много же товара было имеешь ввиду 20 имея верой год до 20 ну таких проблем больших я не вижу то есть но поменялся он вообще изменился не сильно не сильно заметила есть позиции нам да по некоторым производителям пестицидов да понятное дело не ушли там фильм си ушел там хорошие препараты были пока их там тяжело найти вот но в общей массе то есть все практически остались работать сейчас там проблема есть семенами с конца двадцать третьего года какой-то корол творится то есть официально они не завозится в россию то что производится на территории германии нидерландов там и что-то вот еще какого-то порядка стран и сложно да но я думаю что год-два кто-то возит какими-то путями понятное дело но там и цена уже сразу возрастает образно говоря вот же там кукуруза вот к примеру потому что запрос есть мы его там обрабатывали sweet nugget 5000 семян пачка она стоила там 5000 рублей буквально может два-три года назад недавно мы там закрыли сделку на большой объем по цене мы продали уже людям 7 700 за пачку сегодняшним днем вот запрос пошел мы соответственно начинаем все замновили история 12 тысяч рублей да понятно это супер там кукуруза все ее любят к берлин там еще есть но цены улетели по сезеркам более-менее пока я думаю что китай там заполнить все все будет нормально ну ценник чуть подрос да безусловно но в общем асе если по пленке вот рассуждать в час да есть там пленка например южанка обычная у нее цена откатилась сейчас примерно на цену семнадцатого года вот я как помню семнадцатом году там ну что-то продавали около 200 сейчас может там 230 килограмм что-то такое нормальная пленка в принципе рабочие два сезона она пойдет практически цена откатилась повторюсь семнадцатый год примерно или восемнадцатый или шестнадцатого в эти коридоры ну вот в этом направлении нормально то есть агроспаны тоже сильно стрельнули пандемия была там улетели они какие общие ценники я помню сейчас откатываться все потихоньку стабильность определенная появилась слушая а вот касаемо препаратов да ты гришь а тяжело ли найти какие-то вот может быть отечественные заменители так как скажем да наверное в принципе то нет потому что сейчас берешь одну двху и просто смотришь на караул сколько все делает там российские агрохолдинги да какие-либо заказывают в китае брондируют по-своему везут каждый второй то есть вариантов сейчас очень много и они все принципе нормально работают есть там образно говоря но по памяти там каратезион есть моему молния молния там цена 800 рублей литр что-то такое если канистры каратезион под 2000 работает в принципе нормально серёг сергей наш ведущий агроном и отзывам по работе то есть он говорит что все нормально молодцы наши все-таки реально наши ноутся да ну дай бог чтобы это наши было мне насколько я знаю это все в китае делается ответил на него понял бил этот вопрос он следующий был выступает ли наше по качество российские параллельный импорт компенсирует ли существующий дефицит реально ли дефицит чем есть каких ну опять же наверно все-таки пестицидов мы касаемся на но то есть и брать сингенту она осталась то есть все есть доступе вопросов нет но много заходит там с грузией в принципе как по качеству на ней они на уровне на одном и скажу что наши хуже что-то лучше вот почему-то везут вот и и да ну в принципе отзывы хорошие касаемо нашим на какой вопрос был еще раз извините я что-то этот перепели параллельный импорт компенсирует ли существующий дефицит ну то есть если есть у нас нужда скажем ну давай ладно примерки приведу нету на нету пинтер просили вот спинтер безумно просили безумно спинтер такой дэвэ у него там интересно и мало кто его дед наверно никто не делает спина сада нету да если например брать видат вот сейчас вообще в европе перестали но уже появилась куча китайских вариантов и цена сразу в два раза дешевле я думаю что все будет работать тот же самый есть пират да но перофей он пошел еще лучше всего все работает ценник там ну блин смешно намного сравнение с оригиналом рудки мои вопросы какой процент подделки на ввозимых препаратах из соседних рам попадалось даже подделка же соседних даже не надо смотреть да то есть реально я видел что вообще в сингенту подели в краснодарском крае то там год-два назад назад или все это дело накрывали что там далеко ходить ввести откуда-то много сейчас там ребят всяких там появляется вот купили там братом я вообще сколько их это то есть мы очень сильно это отсекаем дело потому что нам не нужно вот непонятно откуда непонятно от кого у нас есть поставщики с которыми очень давно тоже много лет но пять лет принципе я считаю там хороший срок взаимодействия и зачем что-то менять то есть дешевле он те не привезет лучше он те не привезет а если будет дешевле но 50 рублей там 100 рублей образно говоря да это не те деньги он это вообще не стоит или как вот смотри мы сейчас являемся там поставщиками ребятам которые продают до образно и они понимают что им с нами комфортно то есть работа там общение вот это все может быть кто так выскочка появится скажет вот давайте возьмите у меня но по большей части они понимают что но нет смысла но что шла нам его зачем все устраивает все хорошо и даже если он поведется на это надо понимать что это такая временная акция уже все это же для того чтобы подтянуть а потом все тоже сам поэтому как мы и являемся для наших клиентов которые там на перепродажу берут точно так же мы являемся для наших партнеров которые нам поставить поставляют то есть уже так образуются отношения не однодневки а прям дружеские товарищи теплые хорошие ну наверное да это и залог успеха вы всех будет когда будут общаться понимать что так вот так вот так вот так все будет хорошо слушай но вот сейчас буквально не знаю открытие вита будет кишить да очень много я уже удивляюсь это же есть по 7 по 8 а свич там продают 4000 как-то легко легко я как бы никогда даже не было мне цели там позвонить сказать здрасте ребят ну подскажите что это зачем вообще не интересно я понимаю но было же что было же что клиенты хоть раз приходили и говорили слушай вот ну не будем называть магазин понятно приходили или слушаем вот там мы купили там подделка я слышал отлично да но я как бы не накиду пуха да да все правильно я откуда знают это ваше дело там сами разбирайтесь хорошо нет кого-то это вообще не мой стиль то есть я но это я уже время для своей работы я никого не безосновательно хорошо вот так опять же если меня не затрону я никого не трогай свое дело дело и компромат может быть на всех можно на них реально то есть даже и на меня при всем при том что я стараюсь сделать так чтобы ему ходить с высоко поднятой головой и чтобы ни один человек искал слушай а у меня там он вообще такой он это нет это для меня но это философия на моей работы и вообще стиле жизни я не люблю чтобы кто-то что-то мне мог предъявить поэтому ну делай так старайся максимально чтобы ну тут вот так кто же знает да они принципе наверно это подтвердят дай бог во всяком случае мое мнение такое любом случае где-то что-то как-то на но большей части стараюсь вот жить вот так вот а как вот ну наверняка у тебя были за сколько лет работаешь 17 до 17 до этого времени всегда присутствовал то есть на всех помогал родителям стопроцентно это нормально любой там порядочный сын будет стараться в виде это тем более младше ну да видя этот тяжелый труд будет стараться потому что это реально адский труд как я вот вспоминаю как они там на холоде на рынке ну это очень тяжело даже одни рулоны потаскай ну просто рулоны с не было понимаем зачем саму таскать найми человека пусть нет все сам все само так отец ну такое поколение на самом деле наши родители на скажи вот ну 17 года наверняка но мне как кажется был такой момент что ну может быть работал ну не знаю принесли какие-то вот эти вот истории помнишь что это мне вот продали там комбината украли там вот эту сказку историю наверно ты тоже слышал когда-то тебе рассказывали вот ко мне реально приходили ребята магазины говорили слушай вот мы там с комбината с какого-то вытаскиваем вот у нас есть вот это вот это вот это возможно ты когда-то может быть думал может на самом деле отвозил в лабораторию в какую-то до чтобы предположим ну сдать на анализа узнать подлинно ли там условно там в актаре пишут теме так сам ну актару на самом деле это легко если именно под и веб подделать да и на самом деле не не трудно подделать например там какую-нибудь лунную привезли вот может быть ты сам свои какие-то препараты там сомнение какое-то было сдавал на анализ были какой-то я ни разу не сдавал препарат на анализ а почему потому что мы его покупаем официально ну почему проверить мы только работаете с получается дистрибьютором большей части да хотя есть там одни умельцы там один мне рассказывал что слушать да ты даже не знаешь они там сами берут я говорю ну ты не понимаешь что это огромнейшая компания они левак фига это как это я слышал это бревна я слышал я в это не верю я слышал но я просто огромнейшая компания которая там обороты у них большая представляет как это я даже все равно с условно там с тобой со мной работает конкретный менеджер есть крупная мощная такая компания где стоит огромный ангар с этой химией ну за каждым из нас закреплен один менеджер и этот менеджер может не я не говорю что твой не в коем случае да 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 ну просто как пример ну люди у нас всякие бывают ушлые там чуть-чуть взял не знаю 10 литров копочки поставил там какого-то такого знаешь там ворованного с предположим с какого-то не знаком комбината теоретически что такое же может возникнуть я просто думал я почему задал вопрос может быть ты бы подсказал нашим зрителям ну ту организацию которую который может человек если условно возникли у него какие-то сомнения предположим он название определенная им не пользовался я знаю это ставропольском крае то есть при желании мы можем эту информацию поднять да и прикрепить дальнейшем там то я без проблем и апреля не пользовался ни разу у меня не было такого да и у меня не было конфликтной ситуации у меня не было такого что чек плюс так забери вот это вот все вот честно не было тут вопрос понимаешь как сказать помимо того что вот оригинальность продукт да тут же еще вопрос стоит того что надо правильно и применить надо подготовить условно чтобы требовать надо соответствовать подготовь воду температура что все 3 10 ну поэтому но по большей части слава богу таких вот проблем у меня не возникло но зачастую наверное может быть слышал не знаю опять же только спрашиваю люди говорят слушай вот там что-то вот мне этот не понравился сигнал от были сам отработал ну предположим не понравился хотя берем если разбирать нам под под и в эту это плюс-минус хуже тогда похожие препараты ну это же блин там факторов миллион время там нас миллион насколько сильно она там начало гнить до процесс насколько запущен то есть это же не панацея что ты брызнул и все то же самое там да например вот мы свеч беседовали самая популярная поделка до безумия да и вот сейчас у меня там есть тоже такой серьезный клиент элита моя да вот мы процессе беседы да вот он свечом работал ну все там 20 лет а ну все но и может это уже на подсознательном уровне кажется что все нет мы сейчас ему предоставим свеч но ужас европы польский он дороже конечно да там процентов на 50 и больше но пусть попробует потому что вот есть мнение с той стороны вот да да ваш свеч оставьте себе помнишь помнишь вот эту историю когда только ну наверное у тебя одного из первого появились вот эти вот грузинские препараты как люди на них бежали хорошим лежали на то есть кто-то с каждому нет они четко работают если в оригинале стопроцентно они вообще великолепны я думаю да вот мое мнение твоего и особо там не вникал но в грузии нет производства этих препаратов то есть эти препараты изготавливаться как я понимаю в европе ну так же как и у нас и везут не наши многие препараты делается по-моему новопечорске есть я не ошибаюсь могу ошибиться то есть в россии они перефасовываться не вот 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 такое тоже есть ну вот вот так интересно но наши препараты тоже работу наши все параши тоже работают но было как наши это тот же самый оригинал только для российского рынка тот для того рынка для грузии мне перебил прям мне прямо интересно чтобы мы людям дали четкую понятию и градацию что такое дженерики просто многие думают что дженерик это ну типа коробка того же самого свеча но он стоит просто якобы это уже подделка просто это подел это получается то есть действующее вещество как мы говорили каратезион да он там работает по-моему по обложкам мошка ну я точно не знаю но при всем при этом то есть есть официальный продукт который зарегистрирован да на у нас в российской федерации там молния по моему я могу ошибаться но вроде так да то есть полный дженерики вода до полный аналог по действующему составу действующему веществу то есть но это не подделка это подешевле вариант тоже рабочий тоже хороший принципе ну вопросов во всяком случае у нас нет они слушая помню вот вот этот год там 17 я сам лично думал дженерик понял да это вот switch вот есть такой условно свечей за 10 тысяч и свечей за 7000 я вот думал что мне так объясняли мне в магазине в каком-то я вот врать не буду я не помню может нет там одну буковку как-то поменяли да нет нет то же самое полностью то же самое только мне это дженерик он будет будет работать точно так же все классно только вот кажется не будет так работать но все-таки я тоже уверен что работаем он и не должен так работать слушай у тебя хорошие возможности вообще в принципе хорошие возможности да не было ли желание мы и я в том числе с недавних времен работы условно ну это это громко это громко это вообще громко я не не считая так понимаешь я ушел о том от того места где меня называли там не знаю каким-то конкурентом и вот была грязная конкурент очень грязно я не привык вот таких и ты знаешь как какие-то скандалы очень грязные находить из-под тишка вот это если есть вопрос у меня какой-то возник мне всегда проще было созвониться напрямую с человеком и задать ему ну там слушай мне вот там вот это не нравится или еще что-то или там а ты вот ко мне вот так вот поступил места проще сначала с человеком решить этот вопрос было поэтому я вот наверное тоже какую-то львиную долю этот аспект сыграл что я вот вот эту вот историю с ягодой немножко хотя там конечно основной это было финансы ну не суть это такое вот лирическое отступление вот имея свои возможности да вот клиентский рынок в крае но на самом деле он огромный он объемный да но в принципе каждый клиент из края может стать твоим клиент и не только с края мы я просто как пример то есть каждый клиент он может стать твоим не было у тебя но желание может быть такого что вот существует и ты их знаешь и я их знаю и многие их знают товарищи которые целенаправленно продают отделанную химию не было ли желание с ними побороться соответственно не на руках там не в спортзале знаешь где-то побороться а условно начать с доброй ноты как мы вот минутку назад искал то есть элементарно созвониться да сказать ребят ну как бы там ну давайте там нужно закругляться эту историю но вот хорошо да ты знаешь где-то продается вот ты позвонишь ему скажешь так то я звонил я знаю что у тебя там есть да я тебе отвечаю хорошо и надо но по сути подорваться поехать ты же понимаешь ты вот придешь на доброй ноте уйдешь вообще не на доброй и ты ничего не сделаешь и тебя одного не хватит на все почему-то почему ты говоришь что один ну или там я один но мы же понимаем что само дело но но по сути благородное благородное дело но как его реализовать то есть просто позвонить сказать братанчик перед надо чё-то как-то в пи в первую очередь ну то есть мы гримда не потешка будем говорить да зайти сразу там вокруг себя там собрать мафию ребят ну не в прямом смысле да там подтянуть соцсети подтянуть различных активистов у нас таких очень много это очень хорошая мысль которое дело но реализовать его невозможно в виду круговорота даже ведут вот это всего все что происходит каждодневно но физически ты вот согласись это надо потратить кучу времени кучу сил где-то свою одному работу убрать одному ну конкретно ты потом другой и он точно так же это все сделает ты должен просто отключиться от своей деятельности и заниматься этим но не получится раз во вторых каждый блин их столько продается мы же в каждом городе в каком-то мы же понимаем что рыба гниет с головы то есть не нужно зачем созваниваться с этими магазинами это люди которые просто продают у тебя даже можно сказать слушай но у меня покупать я буду в чем в чем так мы же можем найти я думаю бороться надо в иначе то есть вот эти разговоры они до хорошего не доводят эффекта от них нет если человек понимаешь за манухой работает что у него там цена дешевая прям сильно значит он иначе не интересен клиенту если у нее цена будет стандартная и у нее нет консультации нормальные объяснить что как чего зачем он не интересен человек человек к нему не поедет а кто-то поедет чисто из-за дешевый цену пришел купил ушел он даже не будет с ним здрасте там все остальное это это может время приехал купил уехал думает что обманул судьбу но получается все иначе если это делать то это делать надо мне кажется освещать людей то есть ребят здрасте здрасте вот смотрите вот это вот вот там баночка там цвет откройте крышечку посмотрите по визуально визуально как-то выглядит то есть вот чтоб ты понимал я как-то приехала машина там грузится там смотрю там свечи лежит и или хорус я вот даже там есть окошечко такое просветленное то есть мы посмотреть количество препаратов сколько нас и банки не смотрю там вообще другая гранула что и вот просто вот так по делу туда-сюда понимаю что это вообще звук представьте сколько семнадцатого года ты уже раз так делал же тоже звук наизусть на это как-то ну говорю вы чё а нам сказали а он потом отвез человеку этому где купил ягу ребят но дело ваше но имейте ввиду что это бодяга а тут говорит блин да там на складе перепутали как перед на каком складе ну значит на складе у тебя есть хороший плохой лучше плохое исключать она не нужна и потом сам занят надо эти там по-доброму пришли сказали ну ладно там люди разные есть наш тоже залет капитальный как побрыгает как бороться с этим это очень сильно это вот оборота я вот как-то раньше видел ребята показывали там баночки там должны быть оригинальные даты долга давления долго по-другому не получится ваня ты понимаешь ты сегодня загасил 1 до завтра новый появился вот буду там мутить короче тоже потихоньку и потихонечку и по-шумному и по-тихому там разницы нет он будет стараться и он новенький ему надо как заработать ценой супер ценой там вообще караульной ценой дешевый ну ты вот согласись не знаю может быть ты не смотрел же быть я тебе скажу что вот я новенький в этой истории и я не заходил с не знаю самого нижнего прайса я тебе скажу так ты во первых не можешь себе позволить хрень я думаю вот если ты личность известна да так реально ну как ты будешь бодягу продавать чтобы завтра втык получать в тот же день даже завтра не доживем в тот же день уже приедут ты понимаешь ну на постоянном прицеле на конкретном он так иду и меня ведут 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 и когда ты вот ну по ступенечкам двигаешься занял какую-то нишу такую ты должен соответствовать есть ты уже такой дядька серьезный будь добрый по серьезному работы сто процентов и поэтому ты пошел по правильному пути ты не стал там ты ну все мы а когда ты неизвестен то чё продам раз два три но и таких будут появляться и появляться то есть тут уже клиент сам должен понимать он должен понимать пойду я к ребятам нормальным кто-то там на слуху к ребятам которые действительно но в этой теме понимают и давно и по отзывам но всякие отзывы почитать то есть вариантов там меня он ну по это лучше так бороться нежели ходить по магазинам и сходить не нужно ходить не нужно мы можем звони но мы можем предоставить готовые инструменты то есть от нас просто нужно поддержка человеку тому который пойдет до конца то есть нам не нужно ходить куда-то вот там тебе мне но никому есть в таком ключе то есть если есть заряженный человек мыслями что вот надо это да ну как на практике то зачем вот я как вижу я и с нашим коллегой с эдгаром разговаривал эту тему он меня поддержал не знаю мне интересно как тебе эта идея зайдет нет то есть мы просто ну так вот на базовом этапе пока говорю мы можем дать контакты лаборатории здесь в краснодаре лаборатории рост сельхознадзора любой человек у которого возникло просто ну не знаю сомнение купил он там препарат возникло сомнение он сдает это на dv понимаешь он сдает на dv ему дает протокол испытаний называется ему выдадут вы дадут протокол испытаний он получает то есть я оставлю под этим модное слово подкастом под этим подкастом оставлю контакты этой лаборатории оставлю телефон этого руководителя этой лаборатории я не помню как рост сельхознадзор то есть это не какая-то частная лаборатория это рост сельхознадзор это серьезная мысль серьезное заведение да в нашу очередь просто нужно будет человека поддержать ну представь себе маленький какой-нибудь даже огородник дачник и а я знаю таких кучи я вот сейчас да и ты наверно знаешь вот винограды и там какие-то знаешь вот у него там пять соток но он за этот виноград вот там приходит 10 раз восточно оригинальный там хорус вот вот прям точно 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 вот прям вот точно то есть мы разместим контакты человек может купить у меня у тебя там не знаю других магазинах может купить препарат главное ему сохранить ну скажем чек да что он купил препарат вот именно там я думаю никто не будет ходить просто кого-то там подбивать на какую-то историю знаешь не если ты нормально отходишь тебе вообще бояться да нет смысла да и когда к нам главный человек обратиться главное чтобы мы его поддержали то есть в первую очередь я уверен он обратиться ко мне я его подержу с этой истории я приеду в магазин и не знаю может первый раз я не знаю стоит ли приезжать может стоит сначала позвонить ну вот хорошо я вот послушал да и моя мысль такая что а если туда засыпали дженерик а так но продали в банке оригинала ты сдал его на анализ все четко дженериков как правило есть запах цвет будет чуть другой до процентов и но тебе будет даваться заключение по составу dv они по цвету как оно должно выглядеть бей это заключение никто не даст это ты уже должен сам понимать слушай это так а это так а второе вот даже если там не супер крупный там какой-то ну фермер ну фермер либо там дачник как ты сказал да но я не думаю что он будет платить а там это тоже но не 100 рублей стоит вот эта вот процедурка есть очень много принципиальных людей очень принципиально которые готовы прям я не знаю даже не то что там 56 тысяч отдать за этот анализ 56 тысяч мне кажется принципиальный донести людям что не надо сидеть в интернете вот в авито там о берем берем 4 нормально где непонятно у кого вот и все вот так она будет работ вот это будет ну наверное проще всем объяснять ребят но выберите тех кто уже на слуху не абы кого кто будет как бы за свой товар но отвечать вот это вот правильно слушай а еще вот так вот так вот другая была идея вот смотри мы закупаясь у дистрибьюторов по общей массе закупаясь не берем те продукты которые мы привозим там под алексея петровича супер клиента который вот именно он просит вот этот вот свитч польский но на него мы не дадим извините никак мы мы не сможем дать документа да а если мы запустим это эдгар тоже эту идею кстати поддерживаю запустим скажем такой флешмоб любой кто приедет кто не приедет кто закажет вправе с нас потребовать нормальных ребят нормальных магазинов до потребовать сертификат и декларацию именно на эту партию не насчет этого проблем нет то есть мы можем принести не сложная тема но это уже представляешь какая куча ну то есть левый препараты под декларацию не засунешь никак да но еще левый препарат ты знаешь что банку оригинальную с нормальными датами как-то выкупает покупаю это знака грани там до оригинальную банку если левая банка есть оригинально вот тот же самый свитч например все вот смотри представься кто должен заморачиваться это не так просто ну вот чтобы у тебя попал именно сертификат то есть представься какая длинная у меня это прям целая схема должна быть типу то есть в магазинах я уверен они все сохраняются в банке нет сертификаты ты можешь позвонить просто с кем ты в водах да слушай ну кто на компании например какой-то там крупный ему сертификат распечатать нет проблем но я так мысль я думаю что это ты в ладах это ты просто в ладах человек который будет это все мутить вот это левак всякую фигню вот эту да они не заморачиваются они не заморачиваются но а может найдется такой который может суетиться мы придумаем когда он просу мы придумаем новую историю как с ними бороться мы мы не остановимся думаю что все-таки надо людям донесить но у меня свое видение ну понятно но ты нашу историю поддерживать самое не почему нет конечно да это если во благо идет чтобы люди не встревали самое главное самое главное чтобы люди не встревали особенно сильно я вот поражаюсь конечно еще бывает с такого приходят там но агрономы такие интересные сейчас агронома так что осторожно с ними надо быть очень серьезные заряженные ребята у нас приехал у нас вот у меня сергей он вообще не агроном ну я знаю но при всем при этом я крайне доволен его работы мы с ним вообще одноклассники мы вместе учили ширину да 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 и бы по химии он такой шаристый понимающий человек ну и как-то вот у нас был своеобразный агроном ну он внес свое свою лепту в наше развитие в любом случае никто не говорит что он плохой но вот я поставил его так сказать перед фактом игре серёжа я не хочу искать каких-то непонятных агрономов но с другой стороны они все очень своеобразные попадались если вот прямо так как это очень как сели там прозванивать искать это просто это да а я там это не могу а я то я могу только там бегу не нам такие не пойдут вот и видел да ритм в каком он работает и мы подобрали вот он научился он это знает все то есть я очень доволен и он на районе считается такой парень ну я думаю что да лично я могу так согласись на самом деле в нашей сфере может можно выучить можно не надо потому что вот те которые без практики это просто это не они рисуют так люди люди встревают жестко приехал там сабинска по моему черешня так 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 это ты уже ко мне опять за ну или где-то на мою территорию может а еще это тоже моете так вот раз парень приехал вот и он ему прописал очень такое интересное интересные комбинации он говорит блин спасибо я там самый крутой парень на деревне был по черешне и эффективность кпд то есть и по защите и по всем остальным показателям ну как бы до доволен а сам человек вроде как с москвы вот они в телефонном режиме это все обсуждали приехал его там управляющие все организовали все сделали все реализовали данному поэтому можно научиться немножко читать больше делать рука вот и будет вообще на шикарно но согласись тоже качество даже ну вот качество людей которые выращивают уже намного лучше стал профессионалы слушает уже настоящие как ты сказал любят называть фермеры потому что такие прям много есть просто знаешь как люди они вроде в теме но они что-то блин достала там а есть люди прям такие вот это работа это их не вот он выехал вот и на фермер есть знаешь и но она там находится там недалеко ты знаешь я слышал но я не знаком с вами я вот вижу человек это вот работа всей души и прям идет эта работа она как там руководящая хороший человек и клиент хорошие здравствуйте я уверен она да да и на пригласите пожалуйста меня к себе в гости я не первый раз за вас уже сушь нет таки она круто я вижу что это вот настоящий фермер это не то что там в двадцатом году там заработали залетели потом двадцать первом говорю чё ребят как ой мы сейчас короче еще год и бросим по итогу они сейчас опять ставят теплицы но у них смысл чуть другом залететь заработать может быть как-то все хотят заработать безусловно эта работа делать 100 процентов заработать но ты согласись есть фермер есть предприниматель то есть человек идет за деньгами а другой вот ему по барлан сколько бы она не стоила он кайф есть люди которые с которыми общаться берите на поле себя чувствую великолепно здесь не шумно людей мало у людей на сборах очень много не знаю говорит нет очень нравится людей мало как мало там людей тьма но если большой ну конечно это вообще там космос то есть кто-то релаксирует на поле да есть такие люди но до определенного времени это романтика я прошел это но до определенного времени это прикольно круто это романтика но все равно вот опять же есть еще очень крупное хозяйство он говорит это уже работа сколько сегодня ты знаешь самое крупное хозяйство вашем районе сколько по объему площадь лиц площадь ну может не теплить но гектарами давай проще там очень много и думаю что ну вот а в 1 в одних руках знаешь или там на одну семью 600 там балаганов наверно под 2000 сколько нам на гектаре балаганов там смотря длина какая 60 70 80 ну даже мы очень-очень мы 100 не зайдет то есть 30 гектар может быть там и таких много сейчас очень много у кого 5 гектар это как за здрасте вообще ну это так огородик но через около никогда да 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 сейчас остро стоит проблема с людьми то есть я уже со всеми общаешься постоянно перед блин тяжело что понять не можем и люди в прошлом году как бы нормально в этом году тяжеловато циник растет на рабочих ну посмотрите соответственно дай бог и может ягода подороже будет обязана по-любому что-то с ней делать все-таки 24 год надо высокостный год оправдать надеемся все-таки 24 это у нас высокостный год я просто не должен быть удачливый ну по клубнике по цветам я сейчас вижу что движение неплохое лимончики до цена нормальная опять же кто-то жалуется там выпад некроз какой-то за визни кросс вообще все все я понимаю да но не все жалуются есть люди которые говорят обошлись все-таки может не доработали где-то что-то как-то до промухали как вариант в общей массе все довольны ценник там 60 и 70 по моему да это рабочий короче за есть миллионники да но они сдавали по другим ценам то есть у кого там объем миллион полтора-два тысяч понимаешь но те надо распланировать и клиента найти но по другим деньгам может быть рублей 50 за цветочек но все равно это заработали спокойно продал 50 а не держи 60 и потом думай куда их пик мы вот поэтому она слушай ну а если сейчас еще работа идет но я думаю что через недельку-две уже будет понимание уже все распродаться должны то есть до 1 2 марта уже все должно опустошиться из года в год объемы ягоды берем мы вот всегда знаешь мне немножко обидно я знаю ребятами сейчас сады геи посмотрят мы прим белореченский район дата белореченский но по сути-то это не ты представишь объемы красногвардейского района там очень много но там по-другому чуть выращивать но объемы объем далеко не меньше далеко не умы большие грунтовые объемы огромные но мне кажется вот я не хочу никого обидеть я просто анализирую белоречка она в этом плане в плане выращивания более продвинутая более профессиональная там немножко по-другому все там но там просто салон уберут и как вариант немножко и наверное по количеству ягоды и по качеству и по цене продаж на они топят за белоречку ребята посмотрите я говорю не от того что я скажу за них или за них но ты понимаешь вот я всех уважаю все со всеми сотрудниками у них на самом деле ягоды больше объемов больше красногвардейского района зачем много делать ты сделаем меньше но раньше качественней и дороже это уже под теории я бы так сделал это подход уже к зачем мне 5 гектар я лучше гектар накрою но буду стараться максимально рано выскочить сейчас еще фишечки разные есть мы о них расскажем туда дальше я думаю при ну как если они реализуются эти фишки до которые все же погоня идет все хотят раньше раньше а почему не поздно тоже уже уже будет ну позднее например а позднее но есть там хорошая такая почему не пользу все заранее гонятся потом тяжело чуть физически многие люди устали уже и не хотят не собирать не жара на обработки 9 более частый и сложно это тоже нет не так просто это в этом году там ремка пошла неплохо прошлом году было очень печально ты же помнишь да было ужасно было по-всякому да слушай ну и по итогу заключения растет белореченский район каждый год прибавляет объема я думаю что нет наверное прибавление особо нет это обновление лучше для решаток мне никто не уходил больше части я знаю только там одну компашку из двух людей которые но решили под завязать там выбрали какой-то другой путь но идет обновление одно время идет два-три года надо убирать до новые балаганы новая посадка всего первого год к должна чтобы тренде быть чтобы быть с хорошей ягодой без первого год ки далеко не поешь вообще такое мнение тоже быту да ну всегда была на первого год к это в клей а в этом году вроде как второго год к была неплохая то есть на уровне первого год ки то есть ну хотя бы в год-два уже держать там 34 ну такой вариант малоправданным будет все идет нормально то есть люди занимаются люди расширяются если расширять значит есть эффект есть смысл всем будет хорошо я надеюсь слушай но большое спасибо что ты пришел к нам студию реально низкий поклон ребята же беседа прошла это интересно крутое интервью все они самые долго знакомы многие его тоже знают но вот как говорится вот сейчас вы посмотрите кто до него не добрался еще посмотрите как он выглядит вообще и послушайте его историю а то вот ну чтоб общая картинка у вас было ребят ну а ваши вопросы ждем внизу в комментарии обязательно пишите и ну и напишите кого в будущем хотите увидеть у нас в студии всем пока